Программа переселения из аварийного жилья – еще одна федеральная программа, действующая в нашей республике. Шумерлинцы столкнулись с обратной стороной медали. Жители ветхих домов давно уже живут в новых квартирах. А вот сами старые дома стоят до сих пор. Речь об этом зашла на совещании у главы Чуваши. Сделайте в разрезе муниципальных образований после переселения, где дома еще не снесены. Их тоже у нас хватает. Только в Шумерле. Это вообще ситуация очень плохая. В Шумерле сносу подлежали 105 аварийных домов, в которых проживало 468 семей. На сегодняшний день все семьи переселены в новые многоквартирные дома. А дома, конечно, остались. То есть мы должны были это все снести, но из-за отсутствия денежных средств проблема остается. То есть это проблема не одного дня. Снесены только 17 домов. Остальные пустующие создают неприглядную картину разрухи и портят облик города. Органы власти, конечно, ищут пути решения сложившейся ситуации. Заключаются договоры с физическими лицами. Зачастую это сами шумерлинцы. И ветхие дома разбираются ими безвозмездно для собственных нужд. Такие объекты создают еще и угрозу безопасности. Некрасиво. И боимся мы не только, что некрасиво, а дети зайдут. Он же может развалиться до беды недолго. Пугает больше всего то, что такие дома, которые на расселение пошли, они чаще всего сгорают, они разбираются. Вот это больше всего пугает. Рядом, вблизи дома, машины, люди живут. Завершить снос домов планируют к концу 2021 года. Понятно, что освободившиеся земельные участки дорогого стоят. Все же это черта города. Мэрия планирует передать часть их в собственность многодетным семьям. На других участках, где позволят технические условия, будут построены многоквартирные жилые дома. Напомним, что срок действия программы расселения из ветхого жилья продлен до 2025 года. За это время в Шумерле планируется расселить еще 4 аварийных дома. Алексей Зотиков, Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.